Я в театральном обучался, стихи умею я читать. Нас там учили очень даже, я правила усвоил все. Сначала надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать и делать иногда плавно и с поворотом головы. Выносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запиная с небу меня, рукой вот так вот помогая, показывая, как бы что на толстостей уже в процессе, что кульминация вот-вот и распростерши руки к залу. Слова чеканит словно шаг, чтоб буква каждая слетала орлом в углавом с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом дели слова на слоги. Ты орать, да так, чтоб дрогнул зал. Внезапно! Только громкий шепот. И пусть он мощней, чем крик. Как только перешел на шепот, еще скрикни, чтобы всех механией перехватил. А сам что дальше вспоминает? И пауза. Вспоминаешь. А вот еще одна. Офигеваешь, как бы сам. Так как классно ты сейчас орал. И оборот избавит нюх. Слова раздельно говорили, все так же четко, но раздельно выдавливая, как их. И дышать при этом нужно часто. Как будто после боя ты, как будто тысячу километров, бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза, глаза на мокром месте. И брови, брови, чтоб вот так. Слова все тише, реже. И даже проникновение куда. И чтоб рашки побежали. И чтоб слеза. 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 Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял конец стиха. Аплодисменты. КОНЕЦ! Слеза. КОНЕЦ!